А ну пошло. Так, сегодня 23 января 2021 года. В этот день народился наш дорогой патриарх Филарет. Киевский всея Украины и всея Руси. Славим его, нашего дорогого патриарха. Славим его, нашего дорогого патриарха. Славим нашего дорогого патриарха Филарета. Я запорожский казак. От своего имени, от имени нашего гетмана Леванду Александра Петровича и от запорожских казаков с большим уважением относимся к нашему патриарху. Его любим, уважаем, желаем ему долгих-долгих лет жизни и сражаться на своем поприще с избесами и вести за собой людей туда, куда положено по Божьим заповедям, как завещали нам наши патриархи. Значит, что я хотел еще сказать, причину уважения патриарха. Во-первых, это величайший человек, который был признан по всей территории Советского Союза. Советский Союз, он состоял из 15 государств. И в 90-м году на соборе, значит, сначала его избрали местоплюстителем. Но местоплюститель – это исполняющие обязанности на период, когда умер патриарх и не избрали нового патриарха. Такого, допустим, в католичестве не было, это в православной вере нашей было так. Но дело в том, что того, кого избирают, того потом, без стоплюстителя, так же он и делается патриархом, его избирают. Там уже маленькая формальность происходит. Но не тут-то было. В 90-м году, 7 июля, уже крест поставили на Советском Союзе. А крест поставили наши дорогие заокеанские братья, американцы. И им помогали коммунистическая партия Советского Союза, политбюро в лице генерального секретаря, ЦК КПСС и Комитет государственной безопасности. А толпы, куда их поведут, туда толпа и пошла. Поэтому, когда патриарх приехал, он не знал, что на нем уже американцы крест. Потому что американцам не надо было сильная личность, не надо был великий этот самый патриарх. А нужен был человек, который, ну такой, ни рыбани мясо. Алексия выбрали, как раз он им подходил. Поэтому, естественно, что у патриарха нашего, уже киевского, это было, говорят, он сильно возмутился. Ну просто на предательство своих коллег, которые, как эти самые, фигуры тут, фигуры там, нос по ветру, политика туда-сюда, как лучше, вместо вкусное. Поэтому проголосовали, естественно, он мог это, это как я. Это все понимаю, насколько наблюдаю, имею практику и работу в органах контрразведки. И во всех этих, сам юрист, начинал работу следователя, поэтому что-то трошки понимаю. Значит, избрали, о лекции я и поехал, патриарх, не соманно хлебавший. На тот период митрополит всея Украины, Киева и всея Украины. Ну тут распался Советский Союз. Спасибо всем нашим братьям заокеанским, американцам, которые постарались. Ну и всем зрадникам, которые хотели лучше, больше, если можно охопать, чем пользоваться, тем, что давали. А за народ никто не думал. Действие любого на месте нормального филарета было. Отдельное государство. Никто ж не вышел на защиту Советского Союза. Ни попам не нужно было, ни владыкам, никому. Ну раз распалось, тогда давайте жить по дружбе. И церковь одинаковая. И тут происходит муть и хитрость наших попов, которые, ну не богу, а начинают вертеть, крутеть. Это это самостоятельное. Не бывает самостоятельное. Самостоятельное, если ты патриарх. А попизм, это первый попизм, пошел с России, которые хотели иметь Украину в своем подчинении. Естественно, филарет решил, как большой государственный деятель в Украине, строить украинскую независимую церковь. Быть патриархом. А почему он должен быть ниже, меньше патриарха, допустим, вот этих вот патриархов греческих, потом турецких вот такого, или иерусалимских. Там у них там по две церковки, а тут могущественная, это огромная церковь. Он законно имел право. Ну, государственных деятелей мало, а мы маем то, что маем. Дальше. Как я могу относиться на сегодняшний день к патриарху Филарета? Конечно, с большим уважением. Почему? Потому что он единственная, кто из церковной элиты, с руководительной церкви сказал, что на белое-белое, а на черное-черное. Что такое грех? Турецкий капитан по совместительству вселенский или космический патриарх? Я точно не знаю, потому что не сильно в этом деле понимаю, что это вообще там такое. Вот, значит, покажем отрывок, как его там никто не ценит, мало того, даже не разрешают проводить службу, когда мула выходит и молится своему богу. Поэтому ему надо стоять по стойке смирно и ждать, пока мула. Вот это вот это нить. А потом хотели надуть умнейшего Филарета. На ослиной или козлиной шкуре написали. Написали, оказывается, это ценнейшая бумага, что он на ошкаре был капитан. Ну, мало того, я еще, как словами Владимира Семеновича Высоцкого сказал в Арфоломею. И в конце разговора я обидел его. Я сказал, капитан, никогда ты не будешь майором. Ну, это так, к слову. Значит, жизненный путь, насколько я понимаю, человек подался в армию турецкую, давал присягу. Потом, я не знаю, дослужившись до капитана, это все-таки надо было прислужить какой-то период времени. И для того, чтобы стать капитаном, надо что-то было учиться. Вместо того, чтобы посвятить себя Богу, он посвящал армии. Ну, что такое армия? Защищать страну и убивать врагов. Вот. Значит, написали бумагу, Филарета отодвинули. А согласно традиции, вот я от себя, я, нащадок казацких родов, дворян, дворянин, мы знаем Бога. Нас Бог знает. А верят, это хлопы, это посполитые, голопы. Ну, что такое верят? Верят один другому, другу верят, друг его обманул, он ему верил. А если бы он знал, что друг подонок, не верил бы, и в друзья бы его не записал. В политике вверх врут, каждую минуту все за государство, все за народ, готовы это, и только его на стул осадят это. Поэтому верить не надо. А Бог нас знает. Вот даже если сравнить с Александром Македонским, он знал все свои войска по имени, кто какой занимает. Также Суворов знал всех, или может трошки не всех, но знал, а Бог знает всех. Вот значит, меня знает Бог, и я молюсь Богу. А молиться надо на иконы настоящие. Вот, 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 это все иконы. Это не те, что сейчас церкви напихали. Вот, смотрите, вот, еще не повесил, сейчас повешу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа и ныне и пресного веков веков. Аминь. Вот, Отец, Сын и Святой Дух. А они молятся на какие-то бумажки, картинки, которые по пьянке где-то в какой-то типограмме им рисуют. Это целое мнение. Поэтому я никого не агитирую. Я никому ничего не навязываю. Я просто высказываю свою позицию, свою мысль. И как мы, запорожские казаки, что мы отличаемся от посполитых. Мы здорово отличаемся. Поэтому мы не предаем. Если нас погнали в сторону незалежной церкви, это считается незалежной, патриарх уже сам рассказывает, говорит, какая же это незалежная, если вы еще большую незалежность. Мы были незалежны. Сами делали, сами строили храмы, сами все. Но, оказывается, надо томас. Вот я думаю, вот греко-католики. Давали им томас, не давали. На меня непонятно, греко-католики, пусть они молятся, пусть у них было. То ли им папа давал, то ли патриарх какой-то, то ли вместо томас какой-то. Сколько сет. Вот каждый сетант, и баптисты, и пятидесятники, и иеговы, и там, кого только нет. Одним молятся ведру, и совку, и венику. Пожалуйста, молитесь, смотрите. Вот я хочу, ну, чтоб трошки включили мозги. Хотя по заповедям Соломона, как Соломон говорил, не связывайтесь с идиотами, не связывайтесь с дураками. Можно говорить только с мудрецами и самому от них мудрости набираться. А дурак тебя не пойдет, еще тебе нагадят. Вот возьмем английского короля Генриха VIII. Он все жен менял. А жен-то он набирал не на сметнику, а набирал с великих принцесс европейских государей. И тут он, то та ему не подошла, надо ее кончить, то та не подошла. Должен его римский папа благословлять. Римский папа приходит, говорит, слышишь, бля, Генрих, кончай чудить, хватит у тебя жениться. У тебя любовный случай, на этом завязываю. Не буду жениться. А, ты меня не довол, я не буду тогда католиком, буду сам протестантом. Ну что, за пятьсот лет ни один не попал, кто ему выписывал, Томас, что ждал, когда в Арфоломии приедет Томас, англичанам, английской королеве, наследникам престола, молятся. Попадают, говорят, почему? Потому что они попадают и в Бог знает, и не знают, как молиться. А церковь, если она государственная, значит, это ветвь власти, государства. И там уже канонов никаких нету. Вот даже сравните, кончились каноны в то время, когда в Византии, этот, византийский, ну, сейчас пока, Владимир, когда крестил Русь. Что, тут уже почти девятьсот восемьдесят восемь лет никто Иисуса Христа не знал. Да, конечно, знали. И что, Ему не верили? Или не знали, Он не знал, не молились на Его и все. Нет, просто Он сделал тогда веру государственную. И никто не понимает, что Он сказал. А Он сказал, кто не полезет креститься, будет моим врагом. То есть, не человек познал Бога и пошел, а в шею загнал туда. Для чего? Для того, чтобы есть государство, будет вера государственная. Так Святой Владимир сказал, как он по канонам считается. И толпу туда засыпали, загнали и послали туда молиться. Ну, еще Павел Первый, который убиенный англичанами, вернее, своими подданными, ну, по заговору это все доказано, сказал, что, ну, хоть посылайте этих мужиков молиться. От них толку никакого не будет. В рай они никогда не попадут. Ну, дисциплина должна быть. Почему мужики стали валить? Ну, я понимаю, мне нравится тебе поп. Мне нравится тебе владыка. Ну, лететь, взрывать церковь, это строение, которое имеет доступ до Господа Бога. И эти иконы, это как мобильный телефон. Я упрощаю этот процесс. Вот подошел, ты берешь мобильный. Алло, ты же не возьмешь любой другой предмет. Вон ядро, вон пушка, вон какой-то пистолет, и через него не позвонишь. А вот через икону можно, и через мобилку можно позвонить просто. А тут достучаться до Господа Бога можно. Поэтому надо понимать, что он насказывает. А наши канонические все стали. Ну, какой это канонический? Я в разведку, а ну, в ремнии пошел. Пришел этот капитан, распоясался. Да я вас разжалую, да рядового все молчат. Я говорю, а что ж молчить? Елки-палки, а мы молчим, мы показываем, что не согласны. Вот это они так показывают не согласны. Да пусть они показывают, что хотят. А, ПЦУ. Кто сделал ПЦУ? Петр. Петр Порошенко. Господи меня, прости, что Петр Порошенко. Кто с Петром Порошенко поведется, точно в бою окажется. Значит, первый предатель патриарха Филарета – это Ивстратий Заря. Рыжий, рыжий, рыжий. А запорожские казаки никогда рыжий. Блин, они знали, кто такой рыжий. И никогда у них поп рыжий не был. Да. Сашко-дробинка – это же блаженнейший его возвелитель. Ради Бога. Идите к Сашку-дробинке. Молитесь, причащайтесь, исповедуйтесь. Пусть он вас исповедует. Я туда не пойду. И Пифаний. Ну, сам патриарх говорит, кто такой рожденный где-то во грехе от какого-то этого. И почему? А он такой меня напоминает, как тесто, когда Пасху делаешь. Это же человек называет «я пащусь». Это пост он проходит. А можете представить, чтобы он перестал паститься? Он бы лопнул. Ну, потому что, наверное, пятистражнейший. Я вас, где моя моя, это самое, ну, там плеть надо, это на гайках. Вот по жопе вас и гонять вокруг храма по сто разу так стоять. Бегом, а вы поститесь. Поэтому, ну, Иисуса Христа отказался. И Петр, и там другие, когда его наказывали. И Иуда, ну, так считается, предал. Потому что, так что можно спрашивать от Эпифания и от этого самого. Кому нравится, молятся. Ну, дальше они поехали. Те и коммунизмы. Те коммунизм разваливают. Звездочки отколопают. Этим же другой коммунизм нравится. И тут папе руки целуют. Папа, значит, оказывается, папа вышибала, был барин. Ну, если это правда, я не знаю. Ну, это, ну, я думаю, правда. Потому что, смотрю, передачу. Папа падает на колени. Увидел своего босса. Черный идет, сапог ему под нос сунет. А тот ему лабызает. Кто-то говорит, что-то он проштрафился там где-то в баре. Или что-то там, наркоторговцами. Не знаю, что там. Папа делал или не делал. Я этого не знаю. Ну, облизывать ноги. Тогда этот выйдет. Одни папу называют начатком Бога на земле. Тогда этот, которому папа ноги целовал, скажет. Это я вообще, я главой папы и мамы. И наши лезут туда православные. В какой роли? Вообще в жестерках. Там гоняют варфоломей. Значит, сколько шкура ослинная или козлинная стоит, которая называется Томаса. Я вам напишу, кому надо, две бутылки водки хорошей и кусок говяжьей колбасы. Тут шкур сколько в секонд-хенде продается. На биржу, что будешь, там все грехи отпущу и все. Потому что я святей вот этих вот патриартов. Я там лапшу не вешаю, за это бабки не получаю. Заходишь в любой краб, вот смотрите. Какая, ну, как можно сказать, каноника. Значит, Кирилл сигаретами торговал и пойлом торговал. Но объяснить любую мерзость можно. Даже нацисты, когда и судили в Нюрнберге, они так объяснили, что уже даже не могли крыть их величайшие адвокаты. Им тогда рот закрыли и повесили. Поэтому это нельзя объяснить в канонах. Будьте вы кем хотите, но в канонах вы не объясните, что торговал этим пойлом. Второе, на вот этих машинах, на ослике Иисус Христос заезжал. Ну, мог бы и, наверное, в люди заехать, но почему-то по скромности и в рубище сидел. Вон, кстати, смотрите. Вот вам, пожалуйста, икона сидит. Вот он, как Иисус передается, сидел. А вопрос в том, что тут его искушал дьявол, предлагал все, что будет. Он ему объяснил дьяволу, что такое он, а что такое для него дьявол. А наши канонические, а это братья наши, всегда Украину унижают. Вот, русские, и хотят любовью. Налаживают какие-то проклятия, налаживают какие-то взыскания. Куда это годится? Если вы папизмы сейчас предъявляете претензию, ну так, тихоряшок, не слышно, Вархоломе, что он захотел папизм. Он такой первый, он второй. И все вы не канонические. И для меня самый канонический, это наш патриарх Филарет. И самый лучший патриот Украины. Слава, слава нашему Филарету от жопорожских казаков. Славим Филарета, славим, славим, славим Филарета.